так добрый день дорогие друзья все у нас сейчас все отлично по всем и в трех каналах у нас проходят уроки telegram facebook и youtube вообще идеально что у нас еще не хватает twitter возможно мы начнем еще трансляции в твиттере это будет очень интересно хорошо дорогие друзья значит мы продолжаем изучать главу которая называется шлах началась эта глава конечно не очень оптимистично но и заканчивается на тоже не очень оптимистично всех к это очень такая эта глава получается если мы посмотрим на нее нашим современным взглядом вот мы же всегда смотрим на все современным взглядом значит и по-современному эта глава очень тяжелая начало главы было такое что маша рабена посылает разведчиков посмотреть землю израиля они возвращаются и говорят клевету на землю израиля и в итоге что народ израиля верит в эту клевету верит в эту клевету и что с ними происходит значит с ними происходит следующее всевышний говорит вы не зайдете в землю израиля раз вы думаете что она плохая значит она для вас плохая не было вас никаких оснований так думает потому что потому что и даже из десятичая которые там были они двое сказали что все отлично значит уже есть закон пара это до 20 процентов на 80 и второе у вас же есть у вас же есть значит еще я сказал всевышний который вас выявил из рабства я вас спас я вам дал тору я вас провел сквозь море я значит вас кормил с неба перепелами я дал вам ман то есть что вы что вы я простил вас за золотого тельца которого вы сделали но вы увидели чудеса как как был были убиты те которые служили дом что вы еще хотите сказал всевышний это не значит шансов уже не 10 раз он говорит вы испытывали меня 10 раз вышли против меня я 10 раз вас прощал и 10 раз вам показывал разные чудеса но говорили 10 раз все хватит и это поколение которое было рабами она так и уйдет умрет в пустыне все повернул их в пустыне дальше идет отрывки дальше идут отрывки в которых всевышний говорит но когда вернетесь уже в землю израиля через 40 лет принесете жертвоприношения так так и так значит и перечисляет жертвоприношения теперь дальше идет у нас что и дальше вот мы сегодняшний отрывок как раз сегодняшний отрывок тоже он про жертвоприношения но тут есть очень интересные детали которые нас касаются а седьмой отрывок окончания главы будет очень такой интересный сейчас мы его разберем значит шестой отрывок недельной главы он нам говорит о том какие надо жертвы приносить за грехи да и значит говорил бог маша чтобы он сказал объяснил народу скажите нам израиля что если когда не придут землю которую я приведу их туда то есть тут очень интересно человек не может жить без надежды если например им сейчас их вернули вернули их в пустыню на 40 лет они не зайдут они умрут в пустыне и могло начаться у них отчаяние как же так человеку обязательно нужна цель без цели жить невозможно без цели жить без бессмысленно без цели мозг человека не работает ну то есть ему непонятно что делать он начинает пожирать сам себя да то есть мозг ему нужны обязательно цели если человека есть вот видение куда он идет у него все ему понятно то это уже у него есть две трети от счастья то есть если он знает что счастье есть впереди то уже две трети части у него есть сегодня он верит в то что она есть впереди это первая составляющая счастья 2 составляющая счастья он видит путь к этому счастью знают как него прийти и он готов идти по этому пути у него же здесь трех составляющих счастья. И третья составляющая счастья, треть, это то, что ты чувствуешь сейчас, сегодня. И вот, значит, после всего, что Бог на них разгневался, сказал, что я вас уничтожу, потом сказал, вы врете в пустыне, следующее начинается, скажи им, что они придут в землю. Когда они придут? Знаете, это вот этот вот известный сегодня оборот позитивного мышления, когда кто-то говорит, если у нас получится, а второму говорит, не если, а когда у нас получится. То есть, словом, если это может да, может нет, а когда это я верю, что да получится. Так часто поправляют. И здесь как раз использован вот этот оборот, когда придете в землю, значит, скажи им, когда то есть, когда вы уже будете там в земле, которую я привожу вас туда, значит, и когда вы будете кушать от хлеба той земли, то тариму трума ляшем, то есть, вы должны поднять часть трума, это вознесение, возношение, то есть, вы из того хлеба, который вы будете есть на той земле, в которую я вас приведу, вы от нее поднимите возношение для Всевышнего. И будет, когда вы будете есть вот этот вот лехом, лехом, это от той земли, да хлеб поднимите. Дальше он объясняет, там есть, как делать эту труму, мы чуть-чуть пропускаем, как делать это вознесение. Это все очень казалось, касалось урожая, потому что урожай, там есть очень много законов, связанных с урожаем земли, первые плоды урожая, там трума, масса, десятая часть, десятину от урожая давали, десятину давали из семилетнего цикла, два раза бедным, два раза собирали десятину масса, старшине, чтобы идти в Иерусалим и там праздновать, что Всевышний нам дает. То есть нужно уметь и работать, и праздновать. Дальше говорит, дальше говорится здесь следующая вещь. Но если вы согрешите вая им мэнэй айда наэста лишь гаха. А вот тут как раз говорится не когда вы согрешите, используется оборот, а именно если вы согрешите, значит сделайте тогда, если это общественный будет грех какое-то общество, например, что-то сделало, ошиблась общество, сделайте вот такое вот жертвоприношение искупления греха. Значит, и вот тут начинается очень интересно, что коин искупит там и будет вам прощено, потому что это было неумышленный грех. Жгага это неумышленный, неосознанный грех. Вот мы сейчас разберемся, что такое неумышленный, что такое неосознанный. Теперь, но если неумышленный все будет прощено и вам, и пришельцам, которые пришли к вам, геры, которые приняли иудаизм, то есть один и тот же закон есть, когда все хорошо. Ты приносишь возношение Всевышнему и благодаришь Всевышнему. То есть можно приближаться к Всевышнему через благодарность и через благодарственное жертвоприношение, это же прекрасный путь. Тебе Всевышний дает, и тебе нужно всего лишь только не забыть поблагодарить и поделиться тем, что он дает, дать сдаку тем людям, которые в данный момент нуждаются. И Всевышний их поставил вот в такой, знаете, как есть тренинг, да, одного поставил в условие, когда он находится тренинг, который проверяет его гордыню. И тот, кому Всевышний дал, у него сразу вот какой я крутой, мне Всевышний дал. Кто мне дал, Всевышний мне дал? Да нет, Всевышний, какой Всевышний мне дал? Это я сам взял. И, значит, у него упал. Другому он дает Всевышний другое испытание. Он ему дает испытание бедность, у него ничего нет. Он такой Всевышний, Всевышний, какой Всевышний? Это все люди, это все мне плохо. То есть, можно споткнуться и потерять веру во Всевышнего и в богатстве, и в бедности. Можно и в богатстве, например, войти в грехи, связанные с гордыней, развратом, там, жестокость, война. Кто начинает войны? Уже когда он блатной, он идет воевать. Теперь в бедности те же самые опасности. Отказаться от Всевышнего только с другой стороны. А он плохо ко мне относится, его нет. Это несправедливо. Он несправедливый, значит, его нет. Не дай бог. То есть, и там, и там есть возможность согрешить. И там, и там есть возможность наоборот быть праведным. Быть праведным, все соблюдать и все. Поэтому здесь вначале или Всевышний говорит, когда будет все хорошо, значит, отделяйте труму, возношение Всевышнему десятину, отдавайте, сдакую и так далее. И если согрешите, бывает, человек может по ошибке, по... Значит, здесь делятся грехи на две категории. Что такое неосознанные грехи? Неосознанный грех, например, человек, он под влиянием там напился, значит, алкоголя. Обычно алкоголь, он у человека отключает его человеческую часть и включает очень сильно животную часть. И он, это называется грехи по вожделению. И он, вот когда он был под влиянием своей животной части, он согрешил. Потом он вошел обратно в свое человеческое обличие, да, у него включилась голова, рациональное мышление. Он думает, как я мог вообще, вообще, как я мог так поступить? Ой-ой-ой-ой. Это называется неосознанный грех. Теперь, и это называется хет на иврите, хет. Теперь есть такое понятие, как авон. Авон, это тоже грех, переводят на русский, но это другое чуть-чуть. Значит, вот тут про него раньше говорится, дальше говорится, ве анефеш, ашерта асе бия драма, а душа, которая сделает, бия драма, это с гордостью сделает свой грех, да, такой, парад гордости. Выйдет не просто, кто-то там, ну, случайно там полюбил мужчину, бывает, да, мужчина полюбил мужчину, перепутал. Ну, ладно, все, он где-то спрятался в тихушку, там, все, утром выходит, пошел на работу, все, теперь, но есть бия драма, это которые с гордостью, и они, значит, пошли с гордостью против Всевышнего, и получается, они Бога позорят, и искоренится, душа эта, из среды своего народа. Тидвар, Ашем База, что он пренебрег, он, как бы, опозорил слово Бога, и его заповеди, Эфар, то есть, он разрушил его заповеди, значит, Икарет, Тикарет, Анефеш, значит, вырежет, отрежется, отрежется эта душа, и это, ее, Авон, вот тут используется вот это слово, ее грех на ней. Понятно, да? То есть, здесь нам вводится, что есть два греха. Если человек начинает грешить против Всевышнего, Абаяд Рома, с гордостью, он говорит, а кто такой Всевышний вообще? Причем начинается, и смешно, впервые, вот, что митсва, как любая заповедь, она вызывает следующую заповедь, то есть, ты, делая волю Всевышнего, ты зажег свечу, а Тора, это свет, свет этот вошел в тебя, ты узнаешь больше, и митсва вызывает следующую заповедь, ты делаешь следующую заповедь, следующую заповедь, следующий, точно так же преступление, Авера, она, Горерат Авера, она вызывает следующее преступление. И вначале человек может сказать, ну ладно, там чего, я письменную Тору признаю, а устную не признаю. Вот это Машер Абейну, кто сказал, что он полностью, да, действительно, но нельзя сказать, что это не от Бога, все-таки, там, 10 заповедей, скрижали, голоса, 600 тысяч слышали, да, вот в этот момент да, а в другой момент нет, может Маша от себя что-то, а кто сказал, что вообще это Машер написал, может это другие добавили, может это Ицхак сейчас сидит, у него, значит, тетрадочка, он с тетрадочкой читает, нет, я не с тетрадочкой читаю, я читаю Тора с комментарием Малбима, а Малбим этот, кто это такой Малбим, не знаю никакого Малбима, то есть, когда человек начинает отрицать Всевышнего, или слово Всевышнего, тогда он переходит в другой, в другой статус, и его грех, он уже становится неисправимым, то есть, этот грех уже исправить нельзя, потому что он уже не верит во Всевышнего, или, ну, то есть, как ты его исправишь, человек, который верит в Бога, и верит в Тору, верит в заповеди, он согрешил, он говорит, блин, я согрешил, как же я согрешил, значит, надо исправляться, и он исправляется, Всевышний полностью готов любое, любое преступление, если человек раскаялся, принять, а если он не раскаялся, тогда нет, отрезается душа от корня душ, все, это у нас закончилось про грехи, очень интересная такая здесь была вставка, дальше идет предпоследний отрывок этой главы, предпоследний отрывок главы, говорит следующее, из него мы видим разницу между нами сегодня, и людьми тогда, то есть, тогда была все-таки другая, чуть-чуть ментальность, и другой подход к жизни, и было сыны Израиля в пустыне, и вот они увидели, что в субботу, какой-то человек, мекошешит симба, йома, шаббат, он собирает, собирает он эти самые деревяшки в шаббат в пустыне, нарушение шаббата, публичное нарушение шаббата, и взяли они его, привели его к Мошер-Абейну и Арону, и посадили его по Мишмар, его, вот здесь история первый раз используется, что его арестовали, посадили по Мишмар, под стражу, и значит не знали они, что с ним делать, Мошер обращается ко Всевышнему, и говорит, и сказал Бог Мошер, умрет, умрет этот человек, умрет он, все, забьют его камнями все общество за пределами стана, и вытащили его все общество за пределы стана, и забили его камнями, и умер, как приказал Бог Мошер, представляете, вот мы сейчас читаем это, это как-то выглядит достаточно странно, хотя вот получилось, что я перед Роком почитал чуть-чуть, как в Ковна был один из самых больших ешивы, домового учения, и как когда во время войны еще фашисты не успели зайти, как убивали литовцы, убивали равинов, детей, разрывали, отпилили голову равину пилой, представляете, я хотел сказать, что в наше поколение это не, как бы невозможно, но там такое они творили, что прямо их, ну вот, пилой пилили живых людей, и мы видим, что по факту значит, что получается по факту, если тогда они так могли сделать, то природа человека позволяет, получается, делать такие вещи, ну да, мы видим, что природа позволяет, потому что Каин, сыновья первого человека, Каин убил Эвеля, и он его забил камнями, то есть есть у каждого внутри вот такой вот кусок жестокости, как сказал Бог в Торе, прямо в начале в книге Берешит, он сказал, что злость в сердце человека, Минаарав от рождения его, то есть Всевышний заложил вот такой вот элемент, такой жестокости в человека, да, и заложил в него с другой стороны божественная душа, которая прямо такой же, силы только со знаком плюс, и вот на борьбе вот этих вот, на равновес, чтобы создать равновесие, получается равновесная борьба внутри, теперь, но мы видим, что вот здесь так они, это было так написано, прямым текстом так написано, взяли они его и забили камнями, и сказал Бог после этого Маше, окончание главы позитивно, что делать нам, вот это теперь тот отрывок, который мы читаем два раза в день, в молитве Шма Исраэль, он взят из этой главы, конец этой главы, и сказал Бог Маше говоря, скажи сынам Израиля, и разъясни им, скажи им, и сделайте, будут они делать цицид, вот эти вот ниточки, которые висят на краях одежды, на все поколения, чтобы они делали вот эти вот кисточки, на концах одежды, и вложите в цицид, в конец, голубую нить, и будет она эта голубая нить у вас в цицид, и будете смотреть на нее, и будете вспоминать все заповеди Бога, и делать их, и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами, как влекомые просто своим, вот этим вот животным мышлением, значит, ашератэм зонимахарэм, что вы, вы зонимы так грешите, значит, развратничаете, грешите за своим сердцем и глазами, лиман тискру ва сетев, для того, чтобы вы помнили и делали, этколь митсвотай, все заповеди мои, ваэтэм к душим льо льо кэхэм, и будете вы святы перед вашим Богом, а не ашер на льо кэхэм, я Бог всесильный ваш, ашер от сети эт хэм эритс митсраем, который вывел вас из земли едипитской, льо тла хэм льо льо им, будь вам всесильным Богом, а не ашер на льо кэхэм, я Бог всесильный ваш. Заканчивается глава очень позитивно, она нам говорит так, смотри, есть твоя природа животная, которая идет против Всевышнего, есть тора, которая свет, есть заповеди, которые ты когда делаешь, ты свою животную природу, ты ее переводишь на духовный уровень, ты ее соединяешь со Всевышним, и выбор за тобой, то есть ты сам, конечно, если ты отпускаешь себя, ты об этом помнить не будешь, ты будешь блуждать леком и сердцем, и глазами, но ты можешь свои глаза, например, направить на книжку Мишли, бери глаза, направляй ее на книжку Мишли, притчи царя Соломона, читай, и работай, то есть жизнь, Адам, Леомаль, Юла, человек рожден для труда, Бог первого человека создал для того, чтобы он трудился, над чем трудился, трудился над собой, над своей душой, над тем, чтобы вот в этой вот постоянной борьбе, как Раф Десслер, есть такой великим мудрец, он сравнивает постоянно, что у человека внутри идет фронт, постоянно идет фронт борьбы, линия фронта, которая все время двигается, между твоим внутренним животным, между твоим Ецарара, и между твоей божественной душой, эта линия фронта, война никогда не заканчивается, до дня смерти, поэтому сказал Елель, Аль-Тамин-Бац, Махать, Йоматеха, не верь в себя, не доверяй, что ты можешь справиться с этим Ецарара, до дня твоей смерти, он все время рядом, все время он тебя, или так, или так, он тебя, это злое начало, внутри подстерегает, и вот этот фронт, внутренняя борьба, он, это главная линия фронта, на которой живет человек, теперь, чтобы мне победить, царь Соломон, мудрейший из людей, он дает прям конкретный путь, я еще сегодня думал, царь Давид тоже нам дает путь, но царь Давид дает путь воина, он все время воевал с этим Ецарара, он воевал внутри, и побеждал его, и побеждал всех своих врагов снаружи, от Галиата, до, он побеждал во всех войнах, царь Шломо, он был мудрейший из людей, он мудростью воевал с этим Ецарара, и он почти победил, почти, почти он победил, то есть он настолько шалом сделал, да, у него был шалом со всеми странами, у него был всю жизнь шалом, у него был шалом с 700 женами, но в итоге он все время проходил по границе, знаете, как вот по, прямо по границе, он знал смысл всех заповедей Торы, он знал всю Тору, и он в итоге, ну, так говорит нам Тора, что он в итоге, из-за того, что он где-то не остерегался, а проходил по самому краю, говорят, что в конце он где-то там, что-то с ним тоже случилось, теперь, но, но вся его жизнь, это пример того, как можно побеждать во внутренней войне, делать шалом, и побеждать мудростью, вот в девятой главе, сегодня 9 июня, мы чуть-чуть из девятой главы, он нам дает очень интересный совет, значит, шестой отрывок девятой главы, он нам говорит такую вещь интересную, и зву птаим в их ю, он говорит, оставьте наивные попытки прожить жизнь без Торы, да, без, это говорит, только наивные люди верят, что можно хорошо прожить жизнь без участия Всевышнего, в их ю, и будете жить, если вы это осознаете, то вы тогда будете жить, в эшру, бадерах, бина, и станете вы счастливыми, если будете идти по пути сообразительности, бина это понимать вещь из вещи, понимать последствия из последствий, рассматривать жизнь не однослойно, а бина это как причинно-следственные связи, видеть первое последствие своего поступка, и второе последствие своего поступка, и духовное последствие своего поступка, тоже надо видеть, и, значит, и тогда вы будете счастливы, теперь дальше, Дальше он говорит такую интересную идею, да, седьмой отрывок. Значит, тот, кто увещевает насмешника, получит позор. А тот, кто увещевает злодея, получит мум, это мум, значит, мум это как, сейчас, вот у него есть мум, не даст, ну там, например, у человека руки нет, это у него есть мум, глаз у него один такой, один такой, это называется мум, то есть, получит какой-то, не убыток, как же называется, а посель бы мумо посель. Значит, будет у него какой-то более серьезный недостаток, чем позор, физически уже, да, то есть, получается так, что тот, кто увещевает, вот идет человек, например, по улице, да, и смотрит, шаббат кто-то курит, закуривает. Он ему говорит, извините, пожалуйста, но сегодня же шаббат, значит, можно, как бы, может быть, не стоит нарушать шаббат. Это он попытался увещевать человека. Если человек у него, ну, тот еврей, значит, в типе, например, да, видно, что он еврей, и всем показывает, что он соблюдает шаббат, а он в этот момент закуривает. Тогда, если он не насмешник, то что он сделает? Скажет, да, да, действительно, я ошибся, думал, сегодня четверг, значит, и потушит, не потушит, а выбросит сигарету. А если он насмешник, что он скажет тому, кто его увещевал? Он ему скажет, вот ты вообще какой, и начнет его позорить. То есть, получается, увещевающий насмешника, он получит для себя позор. Теперь, если он злодей увещевает, тот оказался злодей, который это делал. И он ему сказал, вы можете сигарету, может быть, шаббат не курить. А тот взял его и как избил прямо на улице, да, и тот лежит весь в крови. Понимаете? Это то, что Тяш-Самон предупреждает, что когда ты кого-то увещеваешь, ты должен подумать, он этот человек, какие будут последствия. Представляете? И дальше он в восьмом отрывке говорит, Он говорит, не увещевай насмешника, может быть, он будет тебя ненавидеть, возненавидит он тебя. Но увещеваем умного хахама, и он тебя будет любить, потому что ты ему дал какую-то конструктивную критику, какую-то помощь. То есть только умный человек способен воспринимать критику и любить источник критики. Тель-Лехахам ваихкам от. Дай умному какой-то совет или какую-то даже критику, и он еще более умудрится. Удали цадик в Иосиф-Лехах. Сообщи что-то, какую-то точку зрения другую цадику, и он добавит какой-то он из этого урок и поумнеет. Вот так говорит царь Соломон в девятом отрывке, очень хорошие нам советы жизненные такие. И в конце, это самая короткая, кстати, девятая глава, самая короткая глава в Мишле, он дает нам очень тоже одну интересную формулу, которая прямо в жизни встречается и многое объясняет. Значит, говорится так. Семнадцатый отрывок. Что имеется в виду? Имеется в виду запретный плод сладок. Слышали такое выражение народная мудрость? Вы думали, что это просто народ взял и придумал мудрость? Это царь Соломон сказал, что краденая вода сладкая и утаенный хлеб сладок. Это значит, что есть у человека, Всевышний так сделал, тяга к преступлениям. И эта тяга, вот она выражена этой фразой, что запретный плод сладок. То есть, ты же не знаешь, какой он. Но если он запретный, он уже сладок. Почему? Потому что нам сказали в пертьевод мудрецы, что Авера цахаре митсва, беги за заповедью, и бурев минавера, и убегай от преступления. Что это значит? Преступление за тобой гонится, заповедь от тебя убегает. Зачем Всевышний так сделал? Чтобы было честно. Представьте ситуацию, если бы все люди были рационально мыслящие, без вот этих вот внутренних законов, что зло более притягательное, чем добро. Сидит такой рациональный, спокойный человек. И он понимает. Так, вот я сейчас иду на урок Торы. После этого у меня будет там 10 тысяч долларов в месяц зарплата, прекрасное здоровье, отличная семья, все будет хорошо. Значит, и я буду, если я буду делать заповеди, будет у меня все великолепно. И за это, значит, у меня будет и здесь хорошо, и вечная жизнь. Так, что у нас на второй чаше весов? На второй чаше весов неприятности, болезни, потеря вечной жизни, до этого душа мучается, страдает, отсутствие потомства. Так, это выбор, это свобода выбора. Кто выберет в этом случае идти против Всевышнего и не соблюдать заповеди? Никто. Нет свободы выбора. Теперь, что сделал Всевышний? Запретный плод вкладок. Преступления выглядят, очень они лежат в красивой упаковке, да? Смотри, парад гордости, это свобода, это красиво, это цветной флаг, цветная, красивая жизнь, прям очень красивая жизнь. И стоит такой молодой парень, да? Он же не знает, что его вообще, в принципе, куда его ведут. Его ведут поставить его и, значит, ну, ужас, что с ним хотят сделать эти вот гомосексуалисты, да? Если бы они знали эти, если бы они реально сказали, куда его приглашают, показали бы, вряд ли бы он согласился. Теперь, теперь что? Но это красиво запаковано в такие цветные флаги, такие с макияжем, такие свободы, мы свободные люди. Теперь, с другой стороны, что ему показывают? Мальчики учатся в ешивах, в белых рубашечках, в костюмах, такие с книжечками. Да, все черно-белое. Где картинки в вашем Талмуде? Нету картинок в Талмуде. А что есть в Талмуде? А в Талмуде есть семья, в которой будет у тебя 5-6 детей, которые будут тебя любить и уважать. Будет у тебя 20 внуков, которые будут тебя любить и уважать. Будет у тебя вечная жизнь, будет у тебя хорошая семейная жизнь. У тебя будет хорошая жизнь. А там что? А там ты будешь вот в этой упаковке, только умрешь от спида. Но что выглядит красивее? Выглядит красивее, конечно, вот эти вот цветные флаги. Вот это то, что Всевышний сделал как систему, а Шлома Мелых нам написал, царь Солмон нам описал, что запретный, он как сказал, краденая вода сладкая, а лехем спрятанный хлеб, он сладок. Имеется в виду, Раша объясняет нам такую вещь, что человек, который соблазняет замужнюю женщину, вот это то, что называется запретный хлеб. У людей есть к этому тяга. Так сделал Всевышний, и мы должны с этой тягой работать и побеждать. Все, желаю всем, чтобы победили в войне со злым началом. Победить полностью невозможно, чтобы были хотя бы временные победы, чтобы мы выбирали всегда Всевышнего, заповеди, добро и получали за это большую-большую награду. И выполняя волю Всевышнего, мы потом к нему обращаемся и просим, чтобы он нам дал хорошую жизнь. По большому счету все хотят одного – хорошо жить. Что такое хорошо жить? Это быть здоровым, быть обеспеченным, быть любимым, иметь хорошее отношение с людьми. Это и значит хорошо жить. Все, кто думает, что хорошо жить по-другому, они извращенцы. Все, удачи вам и успехов, чтобы мы были на позитивной стороне, на стороне добра, чтобы мы любили Всевышнего, Всевышний любил нас. Все, всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Хорошего шаббата. Шаббат шалом.